Такая достаточно серьезная воля со стороны шейхов – это не побояться пустить иностранцев в принятие решений. И здесь основной нации в Дубае 10%, 12-15% осталось. И они совершенно не боятся растерять идентичность. Это продолжает быть мусульманской арабской стороной с мягким шариатом. Несмотря на то, что первое население по количеству это индусы и пакистанцы, им абсолютно это не смущает. И каждый раз, когда в истории происходит именно так, когда люди очень хотят добиться успеха, они забывают свою национальность. Когда людям нужен результат, люди начинают мыслить над национальным путьом. Например, Петр I среди 15 адмиралов по-русски говорил один. Остальные были все немцы. Основной язык был немецкий. То есть выступали под русскими флагами, захватывали, побеждали шведов. Успешно выиграли большинство войн и не были русскими ничего. Ничего, никто не развалился. Манижа. Когда нужно победить в Евровидении и понимают, что как-то нужно вот так вот по-хитрому. А, пожалуйста, отдадим, по сути, иностранку. Ну и что акцент? А мы покажем, какие мы открытые. Страна, которая абсолютно закрывается, сейчас показывает, какая она открытая, свободная. Практически феминистку из Средней Азии нас представят на Евровидении. То есть, когда нужно результат, все сразу забывают. Ну, Угошмайсер сделал за Калашникова автомат. Ну, опять-таки, позвать Угошмайсера работать. Ничего. Куда-то вся эта гордыня подевалась, когда нужен самый лучший в мире автомат. Так же и здесь. Вы не бойтесь брать на компанию совершенно других и похожих на вас людей. Как и эта страна не боится, что здесь вдруг 22-летний министр молодости и толерантности, которая самая первая была девочкой из другой страны, просто написала хорошо эссе, стала министром. Вот. Так, если хотите успеха, нужно вот эти глупости страфасонные отбросить. Продолжение следует...